Ты кто такой, Нуриэль Рубини? Внимание, загадка. Еврей, который родился в Турции, но по паспорту гражданин США, владеет четырьмя языками, написал несколько популярных книг, занимает четвертое место в рейтинге 100 лучших мыслителей мира по версии журнала Foreign Policy. Ну, отгадали? Это наш сегодняшний герой. Давайте знакомиться. Нуриэль Рубини родился в Стамбуле в семье Ирана евреев. В связи с тем, что его семья находилась в поиске постоянного места жительства, некоторое время ему пришлось жить в Иране и Израиле. С 1962 по 1983 год он проживал в Италии, по большей части в Милане. Именно там он учился в местной еврейской школе, после чего поступил в коммерческий университет имени Луиджи Бакони, где получил диплом бакалавра в области экономики. Чуть позже, в 1988 году, он получил докторскую степень в области экономики, окончив Гарвардский университет. Его дипломным руководителем был Джеффри Сакс, которого Рубини отмечает как одного из тех, кто оказал на него большое влияние. На данный момент Рубини является гражданином США и говорит на четырех языках – английском, персидском, итальянском, иврите и французском. В течение большей части 90-х годов Рубини сочетал академические исследования с разработкой политики, преподавая в Йельском университете, а затем в Нью-Йорке, и параллельно работал в Международном валютном фонде Федеральной резервной системе Всемирном банке Банки Израиля. Судя по количеству работы, Нурриэль не знал, что такое семейная жизнь. В 1998 году Нурриэль присоединился к администрации Билла Клинтона, где изначально выполнял роль старшего экономиста в экономическом совете Белого дома, а затем стал старшим советником Тимоти Гейтнера. Но в 2001 году Рубини вернулся на работу в Международный валютный фонд, где выполнял роль приглашенного ученого в борьбе с финансовым кризисом в Аргентине. После этого он написал книгу о спасении обанкротившихся стран под названием «Спасительные меры или поручительства» и основал собственную консалтинговую фирму «Рубини Macro Associates», которая занимается проведением экономического консалтинга и финансового анализа. Алло! Чем могу быть полезен? Здравствуйте! Да вот не знаю, где хранить свои накопления. Так и несите сюда свои денюжки. Здесь они будут в безопасности. В настоящее время он является профессором школы бизнеса Стерна в Нью-Йоркском университете. Также Рубини является членом совета 21 века Института Бергрюна. За время интервью в июне 2009 года его спросили о расходах на личный образ жизни и инвестициях, на что Рубини сказал «Я регулярно откладываю около 30% своего дохода. Кроме моей ипотеки у меня нет никаких долгов, кредитный кризис не сильно повлиял на меня. Я всегда жил посредством и, к счастью, я никогда не был без работы. Я бы сказал, что я скромный человек, но у меня нет очень дорогих желаний. Вам не нужно тратить много, чтобы получить наслаждение от жизни. Окей, Нориэль, мы тебя поняли». На вопрос, инвестирует ли он в акции, Рубини ответил «Сейчас это не такие большие суммы. Раньше у меня было много акций, около 75% от общих активов, но за последние три года соотношение изменилось. 95% активов находится в валюте, а 5% в акциях. На данный момент вы не получите много от сбережений, но зарабатывать 0% лучше, чем терять 50%». Нориэль Рубини является одним из немногих экономистов, которые предсказали крах пузыря на рынке недвижимости в 2007-2008 годах. Он предупредил о кризисе в позиционном документе МВФ за год до начала кризиса. Благодаря своим прогнозам Рубини получил несколько прозвищ, в том числе «Доктор Дум» и «Пермабер». «Доктор Дум» звучит как название одного супергероя Марвел. Досмотрите видео до конца и узнаете, как связан Рубини с текущими выборами в США. Благодаря своим способностям Рубини занимает 985 место по количеству академических ссылок за всю жизнь. Он был номер 4 в списке журнала «Foreign Policy» в рейтинге «100 лучших мыслителей мира». В декабре 2013 года на Мировом форуме мыслителей Рубини был удостоен почетной награды GTF за выдающиеся достижения в области глобального мышления. Что касается Европы, то Рубини предсказал, что в Италии и ряде других стран еврозоны, Португалии, Испании и Греции, возможно, придется выйти из еврозоны, если они не проведут серьезные экономические реформы. В августе 2009 года Рубини предсказал, что мировая экономика начнет восстанавливаться ближе к концу 2009 года. Но экономика США будет, вероятно, расти только на 1% в год в течение следующих двух лет, что меньше 3% нормального тренда. В начале 2017 года Рубини предположил, что избрание Дональда Трампа на пост президента может предвещать геополитический сдвиг от глобализации к изоляции, который, по его мнению, может привести к глобальной нестабильности и росту военных конфликтов между другими странами. Тут стоит заметить, что Америки для войны с другими, как мы видим, без разницы, кто президент. За годы своей экономической деятельности Нориэль Рубини написал четыре книги, самые свежие из которых «Как я предсказал кризис» — экстренный курс подготовки к будущим потрясениям 2011 год. Во время дебатов с основателем «Консерси» с Джозефом Любином на Fluidity Summit в Нью-Йорке Рубини подверг серьезным сомнениям биткоин и криптовалюты, после чего подобные высказывания он произнес в банковском комитете Сената США. «Осторожнее, доктор Дум, делайте прогнозы на поприще криптовалюты! Здесь за слова принято отвечать». Возможно, этот комментарий мог бы попросить нас оставить Виталик Бутерин. Один из крайних прогнозов Рубини касается выборов в США. Администрация Байдена вряд ли пойдет на внедрение радикальных экономических реформ. Как Байден, так и Камала Харрис придерживаются умеренных взглядов по многим вопросам экономической политики. Нориэль полагает, что администрация Байдена может повысить налоговые ставки для корпораций и верхушки американских домохозяйств, которым Трамп и республиканские конгрессмены путем снижения налогов помогли сэкономить полтора триллиона долларов. Однако, по оценкам Рубини, повышение налогов со стороны администрации Байдена не окажет значительного отрицательного влияния на корпоративные прибыли компании. Ну что ж, посмотрим, как это будет на этот раз. И на этот раз обещаем не вмешиваться. По скриптум, ваши любимые русские хакеры. Да, Нориэль Рубини, теперь мы знаем, кто ты такой. Надеемся, вам понравилось. Пишите в комментариях свое мнение о герое, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать видео. Эксмо. Мы говорим о людях.